Всем здарова, с вами Лёва и я продолжаю проходить игру под названием Доки Доки Литературный Клуб Плюс. Сегодня у нас допсюжетка, а именно новая допсюжетка под названием Понимание. Пройдём мы две части, как обычно, как эту самую допсюжетку под названием Доверие. Начать дополнительный сюжет, вы ещё и спрашиваете. Погнали! Встреча клуба внезапно прерывает звук открывающейся двери. Моника и Сайори оборачиваются. Дверь приоткрывается, из-за неё выглядывает чьё-то лицо. Знакомое лицо. Юрий! Это очевидно, Моника. Сайори узнаёт эту девочку. Её глаза расширяются. Сайори шепчет Монике. Это она! Та самая девочка! И верно. В дверях стоит девочонка, которую Сайори застал в классе за чтением. Хорошо, что Моника оставила листовку на парте. Наверное, эта девочка её прочитала и пришла в клуб. Ты случайно не в литературный клуб? Я ошиблась дверью? Нет, ты что? Это и есть литературный клуб. Прошу, заходи. Девочка заходит и продолжает стоять у стенки, избегая смотри в глаза Сайори и Монике. Сайори пытается сдержать ликование, но получается у неё плохо. Мамочки, это всё на самом деле? Спасибо большое, что пришла к нам. Ты, правда, пока пустовато. Меня зовут Моника, а это Сайори. Мы организовали литературный клуб. Нас, правда, пока всего двое, но... Как тебя, кстати, зовут? Я хочу вступить в клуб. Так сразу? Что, правда? Ты уверена? Я... В смысле, я надеюсь, что вас устраивают. Ха-ха, мы всем рады. Тебе не нужно кого-то там устраивать. А-а-а... Ты, может быть, сядешь? Мы очень хотим с тобой познакомиться. Девочка кивает, проскальзывает в ближайшей парте и тихонько садится. Так как тебя зовут? Юрий. Я Сайори, а это Моника. Сайори, я ведь уже приятно познакомиться. Эм... Вы любите фэнтези? В смысле, книги? Юрий смотрит на Монику. Фэнтези, это круто! Да, вы слышали об Анабелле Дюпом? Боюсь, что нет. А, ну... Это мой любимый автор. Я уже на пятой книге, и это просто... Юрий улыбается и радостно прижимает ладони к щекам. Вы можете взять у меня книги почитать? Буду только рада. Это будет необыкновенное приключение. Эээ... Моника запинается. Она не ожидала, что Юрий так легко перехватит инициативу. Она низко собросает взгляд на Сайори, прося о помощи. Было круто! Судя по тому, как ты о них рассказываешь, это очень интересные книги. Я так рада, что нашла этот клуб. Ох, какая же я глупая. Оставила остальные книги в шкафчике. Надо было их притащить. Юрий резко встает. Я сейчас вернусь. За книгами только скажу. Ой, слушай, для начала, наверное, одной хватит. Произносит Сайори, нервно поглядывая на толстеную книгу, которую положил перед собой Юрий. Да, ты права. Хорошо, тогда я принесу только первую. Юрий вылетает из комнаты. Сайори и Моника молча переглядываются. Ничего себе. К такому я не была готова. Как справляться с таким напором? Вообще, в фэнтези не разбираюсь. Может, пару книжек в детстве прочла. Но это наверняка... Она-то наверняка просто профи. Все будет хорошо, я уверена. Я больше скажу. Мне кажется, здорово, что у нас в клубе такие разные люди. И всем разные книжки нравятся. Все смогут создавать друг от друга что-то новое. Да, я же не возражаю, но... Вдруг это единственное, чем она увлекается? Тебе так не показалось? Моника, ты не пробовала оптимистичнее смотреть на мир? У нас в клубе новенькое, надо радоваться, вот и все. Я ужасно хочу познакомиться с ней поближе. А ты? Угу. Да, наверное, ты права. Ты извини, что я так. Почему ты так тревожно стала? Ты просто боишься, что не сможешь себя контролировать. Ха-ха, серьезно? Сайори, меня иногда пугают, как ты подмечаешь самую суть. Люблю знать, что делает людей счастливыми или несчастными. Слушай, знаешь что? Мне кажется, ты сумеешь сделать так, чтобы Юрий почувствовал себя в клубе как дома. Может тебе тогда отложить наши административные дела? Я сама справлюсь, а ты пока сосредоточься на общении на ней, с ней. Ура, именно этого я и хотела! Кроме того... Сайори переходит на шоппинг. Судя по всему, на этом у меня идет все свободное время. Она стучит пальцем по пугающей толстому Тому, который Юрий оставила на парте. Тут дверь открывается, и в клуб снова заходит Юрий. А вот и я. У нее немного сбилось дыхание, и судя по тому, как она быстро вернулась, как минимум часть пути Юрий преодолела бегом. Она походит к Сайори и кладет книгу на парту. Как опасалась Сайоринова, книга ничуть не тоньше предыдущей. Вот. Хочу заранее кое о чем предупредить, пока вы не начали читать. Есть вещи, которые лучше объясняются в других книгах той же вселенной, так что их хорошо тоже прочитать, чтобы не застаболиться в самом начале. Сайори неодно перебивает. Слушай, я подумала. Может сегодня мы просто пообщаемся? Заодно бы лучше узнали друг друга. В смысле, да, если мы будем вместе читать, то, ну, в общем. Моника улыбается и кивается Юрия, пока Юрия не видит. А-а-а, угу. Юрий садится, смотрит на книгу, потом оглядывает комнату, всем своим видом, показывая, что и в целом больше нечего сказать. Так, почему ты решила уступить в наш клуб? Ну, я люблю читать, поэтому сразу заинтересовалась. Я и не знала, что у нас кто-то организовывал литературный клуб. Хотя ничего удивительного, я же никогда не читаю объявления. Я и об этом клубе узнала только потому, что она... Юрий бросает взгляд на Монику. Моника! Моника зашла к вам в класс и положила листовку ко мне на парт. Незапно лицо Юрия мрачнеет, накачает головой. Клупа вышла. Я так раз неолечила, что не смогла поднять взгляд, а она ушла. Я несколько дней собралась с духом, боялась, что Моника всем рассказала, какая я нележливая, но в итоге решила, что это нелепо и... Погоди! Это я виновата! Мне было так не ловко тебя отвлекать, что я просто взяла и ушла. На самом деле я очень надеялась на то, что ты придешь. Юрий выдыхает с облегчением. Я всегда подозреваю, что все идет по самому плохому сценарию. И я еще по другим причинам нервничала. Например, вдруг тут было бы слишком много людей. Я, собственно, не против, но мне и тяжело бывает общаться с незнакомцами. Так что я очень обрадовалась, увидев тут только вас двоих. Я определенно пришла в подходящий момент. Ой, я так рада! Это здорово, что ты нашла в себе смелость прийти! Юрий тепло улыбается. По правде, я никогда не была знакома ни с кем, кто разделяет мои интересы. Так сложно найти людей, которых волнует то, что и меня. По крайней мере, не в сети. Так что я подумала, литературный клуб вполне мог бы предоставить мне такую возможность. А что тебе еще нравится? В смысле, другие жанры? В смысле вообще, не только в литературе. А, ну, вам это наверняка покажется глупым. На лице Сайори проступает беспокойство. А что если я расскажу тебе, чем увлекаюсь я? А потом ты что-нибудь расскажешь о себе. Думаю, так будет нормально. Супер! В общем, я люблю заниматься рукоделием. Делать всякие коллажики и украшать всякой, типа, открытой клешок отулок. Моя комната вечно в завалах, потому что я постоянно покупаю всякие штучки, чтобы смастерить подарки для друзей. А в результате откладываю на последний день. Хи-хи! В общем, вот мое маленькое глупое увлечение. Ты очень творческая личность. Да нет, не особо. Но ты себе не представляешь, что можно сделать с помощью клея, ножниц и бумаги. Значит, теперь моя очередь рассказается о своих увлечениях. Сайори кивает. Хм. Ну, я, наверное, природу люблю. Я тоже люблю природу. Моника, я собираюсь оставать клуб любителей природы. Ну уж нет, ты теперь от меня никуда не денешься. Еще как денусь. Фигушки. Я назначаю тебя, Сайори, вице-президентом литературного клуба. Вот теперь ты точно со мной навсегда. Только не вздумай мне ничего поручать. Ой, Юрий, прости, я тебя перебила. Продолжай. Все нормально. Юрий умолкает, чувствуя себя неловко из-за того, что ее перебили. Я люблю гулять в лесу. Или в парк. В общем, там, где можно ходить или сидеть в одиночестве, без других людей. Это успокаивает. Бывает же, что нужно отключиться от всего важного и дать моему постоянно работающему мозгу отдохнуть. А когда тебе нравится это делать? Ну, это зависит от настроения. После школы или на выходных. В общем, каждый раз, когда я чувствую, что мне это нужно. Ого! Где бы мне взять время на такое? Я считаю, что на самом деле у нас гораздо больше времени, чем кажется. Надо не только позволять ему утекать сквозь пальцы. Троица продолжает беседу. Ведет ее в основном Сайори, но и Моника периодически вступает в разговор. Сначала она справилась заняться своими делами и предоставить общение Сайори, но быстро обнаружила, что ей тоже хочется поучаствовать. Они не заметили, как день подошел к концу. Ого! Кажется, нам пора закругляться. Так что на следующей встрече вы начнете читать эту книгу? Именно так! Я очень рада! Сайори сияет. Юрий начинает собирать вещи. Пока вафейк Юрий молча улыбается, может от прощения Сайори и Монике. Пока! Сайори радостно кричит в спину уходящей Юри. Сайори и Моника снова остаются в классе одни. Сайори, ты мне жизнь спасла. Ой, да ладно тебе, я ничего такого не делала, просто болтала. И все-таки... А еще это здорово повысило мне настроение. Вообще очень приятно, когда можно дать выход своей энергии в общении. Она и правда обрадовалась, чтобы ее приняли. Ты заметила? Так здорово! Ну, я ни секунды не сомневаюсь, что ей у нас понравится, если ты и дальше будешь так ее принимать. А как тебе нравится идея считать эту ее книгу на следующей встрече? Мне это немного пугает, но надеюсь, если я буду честно стараться, это ее устроит. Думаю, ты справишься. Внезапное появление нового человека в клубе, кажется, всем подняло настроение. То есть это уже Юрия вступила в клуб. Ну, а дальше, я думаю, уже Нацуки. Очередной учебный день подошел к концу. Стараясь не думать о плохом, Юрия спешит в клуб, ожидая, что придет последний. Открыв дверь, она с удивлением видит в комнате одну только Сайори. А где Моника? Настало время литературы! Моника в компьютерном классе, так что сегодня мы вдвоем. Ничего? Юрия молча кивает, не глядя Сайори в глаза. Хм, извини меня за вчерашний. М? Сайори наклоняя голову на бок, не совсем понимая, о чем идет речь. Ну, в смысле, я так разошла вчера, рассказывая о своих любимых книгах, что вам пришлось меня осаживать, чтобы сначала просто пообщаться. Это было невежливо с моей стороны. Меня понесло, я совершенно не думала о других участниках клуба, так что... Ха-ха-ха! Юрия, ты ничего плохого не сделала! Мне понравилось, как это увлеченное. И все равно... Я передумал насчет книги. Совсем не обязательно ее читать. Да? Почему? Потому что... Я знаю, ты согласилась, чтобы меня не расстраивать. Я все проанализировала и поняла, что на самом деле никто не хочет ее читать. Но... Если она так тебе нравится, значит, и нам будет интересно. Я и так уже решила вступить в клуб. Не обязательно меня заманивать. Но я не... Я не это имела в виду. Между ними повисает неловкое молчание. В общем, у нас пока все равно нет никаких клубных занятий. Мы с Паникой занимались в основном привлечением в клуб новых участников. Вот я и подумала, что это отличный вариант почитать твои книги. Ну, типа, знаешь, как клубное мероприятие. Ты согласна? Не поймаю, почему я вообще сопротивляюсь? Я ведь именно этого изначально хотела, а ты такая... Классная и заботливая. Серьезно, не знаешь, что со мной не так. Извини меня, пожалуйста. Тебе не за что извиняться. Скажи лучше, что мне сделать, чтобы ты расслабилась. Сэрю пододвигает свою парту к партию Юрия и садится рядом. Та самая книга уже лежит на столе. Сэрю бросает взгляд на обложку. Сумеречный звон. Вечная сага, чуть первая. Ха-ха, слышен звон, звонит Дипан. Извини, все, я готова. А, хорошо, надо достать бумагу. Юрий берет блокнот на спирали и вырывает из него несколько чистых листков. Так, а бумага-то там чем? Пригодится, чтобы рисовать в процессе. Карты, хронологии, семейные древа, ну, или просто делать пометки. Пометки? Хм, ну да. Да, это, наверное, очень полезно. Вот именно. Особенно для тех, кто пока не очень хорошо знаком с жанром. Кажется, Юрий вообще не заметила шутки. На образ мысли, Сэрюю поняла, что это и к лучшему. В общем, я не привыкла читать в компании, но постараюсь все теперь растолковать. Точно сможешь, ведь ты такая умная. Перестань. Юрий пытается опахнуться от комплимента, но не может скрыть улыбку. Не стоит обобщать. Умная я только в тех областях, в которых у меня много опыта. А вот если приходится с людьми делаем, дни на что не гожусь. Как ты уже могла заметить за те два дня, что я состою в клубе? Так что для меня умными выглядят все остальные. Особенно ты. Нееет! Сэрю трется плечом на плечо Юри. Ты такая милая, когда не стесняешься. Ну ладно, давай приступать. Хе-хе-хе, давай! И вот литературный клуб включает сравнодор. Юрий начинает рассказывать Сайюри о вселенной, в которой разворачивается действие книги. Нечего подробнее ее рассказ о расах, союзах, истории и магии, тем больше вопросов появляется у Сайюри. К ее огромному удивлению, Юрий рассказывает так интересно, что слушать ее одно удовольствие. Становится ясно, что Юрия нравится не только сюжет, но и общее устройство фэнтезийного мира. Как люди все это придумывают? Это настолько ли похоже, что только пишу я? А что ты пишешь? Ну, стихи и всякое такое. По большей части, это просто мои чувства и мысли, записанные на бумагу. А тут, даже не представляю, сколько труда в это вложено. О, ты любишь поэзию? По-моему, в одном из приложений книги и сборник стихов народных песен этого королевства. Да ты что! Хе-хе-хе. Юрий хикает и сердце Сайюри наполняется радостью. Она впервые слышит, чтобы Юрий смеялась. А это значит, что Юрий хорошо и весело. Ладно, если ты готова, мы можем уже начать читать. Давай, только я не очень быстро читаю. Ничего страшного. Я очень терпеливая. Одно из немногих качеств, которыми я могу гордиться. Ммм, ясно. Сайюри, делай пометку на лиске. Юрий терпеливая. Эй, это же для работы с книгой. Хе-хе, шучу, шучу. Я рада, что ты терпеливая. Потому что со мной без терпения не обойтись. Очень часто. Сайюри пролистывает оглавление и предисловие. Так, ладно. Глава первая. Девочки погружаются в чтение. В комнате поцаряется тишина. Надлится она недолго. В Сайюри снова возник вопрос. А что значит обеленный? Ммм. В этом контексте то, что его признали невиновным. Я ведь могу задавать вопросы, да? Само собой. Сайюри переворачивает страницу. А это же... Суновки, да? Угу. Во многих диалогах используются культурные отсылки, которые лучше объяснять. Иначе можно что-то упустить. Ммм. Они продолжают читать. Юрий выглядит все такой же и довольный, и расслабленный. А внутри Сайюри с каждой следующей страницей... Что это приезжает? Раньше все было наоборот. Ведь Сайюри легко и с удовольствием общается с людьми. А для Юри это вызов. А теперь они поменялись местами. Подожди. Они тут говорят о прошлом или настоящем? Где? Вот здесь. О прошлом. На этой странице идет флешбек о прошлом Барнаса. Ну это же нигде не написано. Ясно из контекста. Сайюри потирает виски. Они продолжают читать. Сайюри задает все меньше вопросов. Она начинает понимать всю ценность заметок, постоянно в них заглядывает и даже дописывает кое-что сама. Но вопросов стало меньше не потому, что Сайюри привыкла к тексту. Она боится показаться глупой. Наконец Сайюри добирается до конца главы. Думаю, тут мы пока и остановимся. Ага. Сайюри делает глубокий вдох и закрывает книгу. Да, уж прочитала она сегодня не очень много. Ну что, какие у тебя мысли об этом? Сайюри пытается подобрать слова. Я нормально справляюсь? Не уверена, что поняла тебе правильно. Ну, как бы это сказать? Когда у меня столько времени уходит на то, чтобы прочитать и понять текст, я чувствую себя тупой. Я просто в восторге от того, как ты во всем этом разбираешься. Только благодаря тебе я не сдаюсь пытаюсь видеть книгу такой, какой видишь ее ты. Лицо Юрия мрачнеет. Ага. Она начинает молча собирать свои вещи. Мы же продолзим завтра, да? Юрий замирает, затем качает головой. Завтра мы можем заняться чем-нибудь другим. Но, извини. За что? Я не понимаю. Прости. Я больше не хочу этим заниматься. Вот и все. Прости, что заставил тебя. Юрий уходит. Ничего ты меня не заставляла? Произносится Юрий в пустоту. Как это вообще произошло? Ведь только что все было нормально. Это все я виновата. Лявнула какую-то глупость и обидела ее. Надо было просто сказать, что мне понравилось. Моника доверилась мне, а я? Я ведь только это и умею. И все равно облажалась. Что если она больше не захочет приходить? Пришибленная чувством вины, Сайори бездумно смотрит на заваленную заметками парту. Рядом с ним лежит книга. Так. Если бы она решила не возвращаться, То и книгу бы забрала. Верно? Хотя, вдруг она ее просто забыла. О, ужас какой! Неужели она подумала, что мне не понравилось? И из-за этого ушла? Или это ей не понравилось, Из-за того, что я такая тупая? Наверное, я все испортил, Потому что слишком долго во всем разбиралась. Да. Будь я поумнее, И было бы со мной гораздо интересней. Нужно постараться ради нее. Окей. Это, походу, была часть первая. Ну, теперь часть вторая. Понимание. Впервые за все время Сайори приходит в клуб раньше всех. С каждой минуты ей становится все тревожнее. Придет ли сегодня Юри? Сайори сидит за партой, Постукивает ногой по полу, Чтобы хоть как-то успокоиться. Почему я принимаю это так близко к сердцу? Я делаю все, что в моей силе, Чтобы Юри была довольна. Наверное, этого недостаточно. Но лучше у меня все равно не получится. Опять я всех подвела. Я всегда всех разочаровываю. Сайори продолжает бороться с приступом Самоуничижения. Она дергается на каждый звук, Надеясь, что это Юри. Время идет. А в клуб так никто и не пришел. Ни Юри, Ни Моника. Как же я опаздываю. Зачем я только взялась помогать Одноклассникам с домашкой? Так и норовят на шею сесть. Что могут быть новички типа Юри, Если я не буду приходить в клуб первый? Моника поворачивает за угол И подходит к клубу. И тут... Юри? 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 Юри вздрагивает, Услышав голос Моники. Она сидит у стены рядом с дверью в клуб. С смущенным видом Она захлопывает книгу и встает. Прости, сегодня так опоздала? Не надо было ждать меня в коридоре. Клуб всегда открыт. Я не... Юри умолкает, Не в силах подобрать слова. Она заградывает при открытой двери, Отворачивается. Вообще-то... Я хотела спросить, Могу ли я сегодня тебе чем-нибудь помочь? А? Что? Мне? С рекламой клуба? Да! Моника озадачена. С чего вдруг Юри просит об этом? Ведь еще вчера она хотела провести время с Сайори. Неужели они не поладили? Моника тоже заглядывает в клуб И видит там сидящую в одиночестве Сайори. Ладно. Это простая работа, Но я с удовольствием возьму тебя с собой. Я тоже буду рада. Моника встревожена, Но и сложно заставить тебя вмешаться в Собу. Если вдуматься, Это даже смешно. Моника ведь была в клубе дебатов, Но по-прежнему избегает конфликтов. Ладно, пойдем. Нужно ксерить нашу листовку, Потом пройтись по школе И заменить на досках объявлений Старые листовки на новые. Юри Кивай. В какое-то время они идут молча. Монике сложно начать беседу без помощи Сайори. Ммм, Как у тебя дела? Нормально. Это хорошо. И обе снова умолкают. Разговор заглох. Как Сайори умудряется это делать? Да, извини, что вчера не пересеклись. А после занятий сразу пошла в компьютерный класс Поработать над листовками. Угу, Сайори говорила. Чем вы вчера занимались? Читали. О, здорово! Наконец-то подходящие занятия для литературного клуба. Ммм, Знаешь, я когда услышал, Какими книгами ты увлекаешься, Я даже испугалась поначалу. Но это, конечно, глупо. Я почему-то всегда побаиваюсь вещей, В которых не разбираюсь. А так, еще глупее было бы считать, Что у всех приходят в клуб. Вкусы могут совпадать с моими. Здорово, что ты смогла вовлечься Сайори. Значит, клуб работает. Я очень, очень рада. Она не увлеклась. А? Ей не интересно. А я была дура, что ее заставила. Юри умолкает. Не села подобрать слова, чтобы выразить свои мысли. Что-то случилось? Юрий вздыхает. Нет. Дело во мне. Я просто... Юрий снова умолкает. Ммм? Я думаю... Проходит несколько мгновений, Юрий качает головой. Нет, мне не следует ни о что жаловаться. Слушай, ну ты чего? Я не считаю, что ты жалуешься. Я просто хочу, чтобы ты чувствовал, Что мы тебя рады. Если для тебя это важно, Расскажи мне обо всем. Я правда чувствую, что вы мне рады. Наверное, даже слишком. И дело не в клубе, я же говорю. Дело во мне. Поэтому я не хочу тебя этим напрягать. А... Моника задумывается на пару секунд. Слушай, а если сформулировать иначе? Моя задача как президента Знать о потребностях всех членов клуба, так? К нам ведь будут приходить совершенно разные люди. Ну... Я надеюсь. Зная предпочтение всех участников, Я смогу придумывать занятия, мероприятия, которые устроят всех. Совсем всех? Не только... Некоторых. Ну да. Моя задача забыть о том, о всех вас. А иначе, что это за клуб? Ага. Кажется, Юрий немного расслабляется. Заметив это, Моника понимает, что правильно сделала, Переведя разговор в более практическое русло. Каждому человеку нужен свой поход, это уж точно. Ладно. Юрий делает глубокий вдох. Знаешь, и вправду очень странно и неловко. Я уже с этим смирилась. Я просто не имею... Ну, общаться с людьми. Почему у других это так просто выходит? Как вы так берете и общаетесь на любую отключенную тему? А вещах, которые мне интересны, я могу говорить часами и остановиться вовремя не могу. Но обо всем остальном, я просто не знаю, как и зачем говорить. В общем, я это про себя знаю. Я не умею общаться с людьми, ничего не могу с этим поделать. Когда я знакомлюсь с новыми людьми, они меня игнорируют. Либо издеваются надо мной, либо жалеют. И Сайори как раз в третьей категории. Она... Что? Стоп, ты хочешь сказать, что Сайори общается с тобой с жалостью? Юрий кивает. Я просто хочу, чтобы ко мне относились как к нормальному человеку. Если я тебе не нравлюсь, если тебе не интересно то, что интересно мне, возьми и скажи прямо. Я это приму и все. Сайори... Слишком добрая. Я такая дура, что не сразу не поняла. Она бы согласилась на что угодно. Никто не должен страдать только потому, что она не... Потому что жалеет какую-то чокнутую, которая не умеет заводить друзей. Это... Отвратительное ощущение. Я его ненавижу. Резкие слова Юрии создают напряжение в воздухе. Еще в середине беседы девочки остановились, забыв, что шли куда-то по делу. Моника глядит на Юрия. Юрия смотрит в пол, сжав кулаки. Мне кажется, тебе лучше ей об этом сказать. Я бы никогда не смогла сказать такое в лицо, это мерзко. Сайори особенная. Для нее самое важное делать людей счастливыми. Уверена, этого она и хотела. Так что если ты объяснишь ей, что делает тебя счастливой, она в лепешку расширпется, чтобы этого добиться. В этом-то и проблема. Что это за дружба, когда один человек постоянно подстраивается под прихоти другого? Моника колеблется, не зная, как лучше закончить мысль. Сайори выразила бы это гораздо лучше. Сайори всегда готова поделиться теплом, чтобы заставить собеседника улыбнуться. Но Юрия сложно принимать чужую заботу. Из-за этого Сайори становится настойчивее. И все делается только хуже. Винить тут совершенно некого. Но эту задачу можно решить только если они обе узнают друг друга получше. Сайори хочет быть тебе другом. Это я гарантирую. У разных людей разные потребности. И это нормально. В смысле у Сайори... Они тоже есть. Господи, Вайбер, ты меня заколебал. Дружба тема хороша. Друзья могут делать друг для друга все, что нужно. Тебе просто нужно поговорить с ней. Но я не умею говорить с людьми. Юрия останавливает себя и качает головой. Извини. Я не то хотел сказать. У меня голова так устроена. Всему сопротивляется. И я... Из-за этого отталкиваю от себя такого чудесного человека. Юрия задумывается. Я так устала от этого порочного круга. Мне кажется, я так боюсь быть отвергнутой, что начинаю отталкивать людей первой. Это ужасно глупо и инфантильно. Юрий глубоко вдыхает и выдыхает. Я не хотела превращать наш разговор в сеанс психотерапии. Но теперь я понимаю, что нужно просто с ней поговорить. Ха-ха, все нормально. Это ж все ради клуба, помнишь? Так ты поможешь клубу стать идеальным местом для всех. Ага. Юрия снова умолкает. Но кажется, она хочет что-то добавить. Это, знаешь, как раз тот вид критического мышления, которым я не сильна. Ну, в смысле, я совсем не разбираюсь в людях. Так что, спасибо. Всегда пожалуйста. Моника улыбается Юрия. И Юрий находит в себе силы встретить ее взгляд и улыбнулся в ответ. О, это еще не конец. Хорошо. Юрий и Моника заканчивают менять старые листовки на новые. Точнее, большую часть работы проделала Моника, а Юрий просто составляла ей компанию. Ну, а вот они приближаются к клубу и страхи Юрия снова поднимают голову. Я не смогу. Нет, сможешь! У тебя все получится! Юрий вздыхает и качает головой. Никогда не наберусь уверенности. Так что надо просто войти и поговорить. Сейчас и не никогда. Юрий берется за ручку двери, но затем оборачивается к Монике. Ты ведь не будешь дать тут по дверью, правда? Ха-ха, ну я могу сходить прогуляться. Принести тебе кофе или еще что-нибудь. И вообще я предпочитаю чай. Но я люблю сама заваривать, так что не парься. Кстати, вот это, конечно, минус клуба. Здесь я не могу пить чай, пока читаю. Ой, прости, зря я это сказал. Знаешь, раз уж об этом взошла речь, я думаю, нам разрешат держать в клубе все для чая. Ты ведь можешь кипятить воду в электрочайнике. А нам разрешат? Я постараюсь все устроить, было бы здорово. Юрий улыбается и заклассно кивает. Ну ладно, я побежала. Удачи тебе. Моника машет Юри, разворачивается и уходит. Улыбка постепенно сползает с лица Юрии. Мечты от чая не спасут ее от необходимости сделать то, что она должна сделать. Но отступать некуда. Юрий делает глубокий вдох и робко открывает дверь в клуб. Юрий? Подожди, не входи, я еще не закончила. Сайори в торопях шерстит бумагами на столе. Слова внезапно сотревают у Юрия в горле. В этот момент она осознает, чем Сайори занималась все это время. Я не ожидала, что ты сегодня придешь. Я надеялась твоему приходу пройтись по всей первой главе. Но я уже почти. О, смотри. Сайори протягивает листок бумаги. На нем красивым почерком в идеальном порядке расположили заметки. Со списками и отметками маркерами черт разных цветов. Юрий смотрит на это и тревога сменяется отчаянием. Я боялась, что ты во мне разочаруешься, так что постаралась еще лучше. Прекрати. Юрий прижимает кулаки к колбу. Пожалуйста, пристань. Я так не могу. Юрий? Голос Сайори движет в потрясение. Она та ожидала совершенно противоположной реакции. Прости меня, прости, прости. Сайори грустно отворачивается. Я... Я сделала что-то не то? Я не понимаю. Если я сделала что-то не то, скажи мне. Юрий качает головой. Нет. Дело во мне. Постоянно загоняю в себя ситуации, в которых люди боятся относиться ко мне нормально. Если тебе не нравятся такие книги, ничего страшного. Просто скажи. Я не хочу, чтобы ко мне относились как-то по-особому. Только потому, что я странная. Но я не отношусь к тебе как-то по-особому. Я просто хочу, чтобы мои друзья были счастливы. Вот я и подумал. А если мы займемся вместе тем, что тебе нравится... Я не хочу твоей жалости. Вместо того, чтобы извиниться, она загоняет еще... Еще глубже. Браво, Юрий. Зачем я это сказала? Юрий опускается на колени. Голос ее дрожит. Прости. По ее лицу текут слезы. Не так все должно было случиться. Но почему так сложно взять и высказать свои мысли? Почему ты каждый раз отталкиваешь от себя людей? В голове у Юрия крутятся злые, обвиняющие слова. Она закрывает в глазах, не в силах смотреть на Сайори и на мир вокруг. Нужно уйти отсюда. Бежать, пока Моника не увидела ее в таком состоянии. И пока Сайори не рассказала ей, что Юрия натворила. Но прежде, чем Юрия находится в без сил, кстати, она чувствует, как чьи-то теплые руки обнимают ее за плечи. Ого. Еще один арт. Не, реально красиво. Все в порядке. Сайори тихо шепчет ей на ухо. Все в порядке. Все в порядке. Охваченная отчаянием, Юрия не в состоянии запротестовать и отодвинуться от опыта, пока еще и ее Сайори. Она склипывает и тяжело дышит, пытаясь восстановить контроль над собой. Я понимаю. Я понимаю, что ты сейчас говоришь не то, что чувствуешь на самом деле. Я знаю, что это тебя грызет изнутри. Я правда понимаю. У тебя сколько угодно времени. Когда будешь готовой, просто расскажи, что ты чувствуешь, и мы вместе обсудим. Хорошо? Юрия снова склипывает и кивает. Она с минуты собирается с мыслями, и затем начинает говорить, потихоньку успокаиваясь. Мне кажется... Мне кажется... Я настолько привыкла всех распугивать, что... Каждый раз, когда кто-то начинает хорошо ко мне относиться, я думаю, что это только из-за жалости. Я не умею общаться с людьми. Поэтому мне никак не поверить, что я могу кому-то нравиться такой, какая я и есть. Юрия умолкает, но Сайори не прерывает ее. И ждет продолжения. Я так обрадовалась, когда вступила в литературный клуб. Подумала, вот он, наконец-то мой шанс завести друзей, разделяющих мое увлечение. Потому что мое увлечение это единственное, о чем я умею говорить. Это все, что у меня есть. Но потом, меня начинает нести перед другими людьми. Я каждый раз думаю, что выставляю себя на посмешуще. Я ненавижу себя за это. Я хочу, чтобы со мной обращались как с нормальным человеком. Но как ждать этого от других, если я сама не умею вести себя как нормальный человек? Я просто... Просто мечтаю научиться ладить с людьми и перестать вечно все портить. Вот и все. Высказав все, что у нее накипело, Сайюри начинает... Тьфу, какая Сайюри... Юрий начинает чувствовать себя увереннее. Сайюри тоже замечает это, ощущая, как успокаивается дыхание Юри. Спасибо, что помогла мне понять тебя четко и лучше. Знаешь, ты так здорово помогала мне, пока мы читали. Так что теперь я помогу с тем, что нужно тебе. Но... Мне кажется, я быстро выведу тебя из себя. Учитывая, сколько терпения нужно, чтобы со мной общаться. Знакомое чувство. Я волновалась о том, что пока мы с тобой читали. Боялась, что ты на меня разозлишься. Но... Я бы никогда так не поступила. Я же сразу тебе сказал, а что очень терпеливая. Да, я понимаю. Иногда бывает очень сложно заглушить свои иррациональные страхи. Мне кажется, и тебе тоже, да? Иррациональные страхи. В общем, я хочу сказать. Ты никак не сможешь меня вывезти. Потому что ты уже мне нравишься. Такой, как я ты есть. Я помню, ты говорила, что тебе трудно в это поверить. Но, честное слово, это правда. Не нужно быть экстравертом, чтобы нравиться людям. Вообще, я считаю, что ты по-своему очень тактичная и заботливая. Ты так волнуешься, я чувствую от других людей. Мы тут все странные. Это же литературный клуб. Ха-ха-ха. Но самое лучшее, что все мы разные и у каждого из нас свои интересы. Снять хотя бы эту книгу. Я читаю ее, потому что хочу ее читать. Честное слово. Да, мне сложности и привычки, но это не значит, что я не получаю удовольствия. Как узнавать что-то новое, если ничего нового не пробовать, верно? Я хочу понять, почему тебе так нравятся эти книги. Ну и в конце концов, если мне не зайдет, я так и скажу. Но все равно буду рада, чтобы хотя бы попробовала и чуть больше узнала о тебе в процессе. Плюс ты же супер умная. Может и мне к обелькам им перепадет. Ха-ха. Юрия с трудом сдерживает улыбку. И кажется, теплые объятия с Айори помогли и рассеять тяжелые чувства у нее в груди. У тебя такие красивые волосы. Я всегда мечтала о длинных волосах, но у меня не получается нормально о них заботиться. Так что я их срезаю. Юрия наконец расслабляется. В какой-то веке она может просто слушать и беспокоиться о том, не ляпнула ли она что-то не то. Почувствовав это, Сайори отпускает Юрию. И должно быть не просто расслабляться в присутствии других людей. Но если литературный клуб поможет ей в этом, чудесно. Она этого заслуживает. Ну что ж. Если я правильно поняла твои чувства, думаю, было бы неплохо продолжить чтение. Хе-хе-хе. Это я и хотела услышать. Напомню, мы можем остановиться в любой момент. Если тебе не понравится, скажи об этом честно. Я не обижусь. Сама собой. Я не хочу судить о книге по первой главе. Так что давай посмотрим, что будет дальше. Да, и еще. Не очень хорошо трогать людей, не спросив у них разрешения. Ой, прости, пожалуйста. Я не хотела, не думала, что тебе неприятно. Нет, что ты. Ну, то есть, мне наоборот понравилось. Это я так просто ляпнула. А вот и я. Моника вернулась. Столь я тебя не видела. Сайори бросается к Монике. Э-э-э. Нагруха шепчет. Можно я тебя обниму? Хе-хе. Конечно, Сайори. Сайори сгребает Монику в объятия. Кстати, да, Юрий. Тебе полезно будет знать. Сайори иногда превращается в обнимашечного монстра. Э-э-э. Не смей называть меня монстром. Монстр это Артемис. Если он зайдет на трон, королевству конец. Хе-хе-хе. Юрий смеется. Моника в недоумении переводит взгляд с одной на другую, и затем тоже улыбается. Я рада, что вам нравится читать вместе. В конце концов, это наше первое мероприятие в митературном клубе. Кстати, о клубе. Ты так терпеливо расспрашивал о моих увлечениях. Мне кажется, было бы невежливо с моей стороны не попытаться узнать, что нравится тебе. Юрий. Да! Ты любишь поэзию? Юрий улыбается. А! Это все! Ну, что ж. Второй сюжет. Второй допс-сюжет завершен. Если вы хотите еще больше допс-сюжетов, ну или попросту сюжетку Доки-Доки, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А на этом все. С вами был Лёва. Я буду снова лазить по этой системе Метаверс. Узнавая, может, что-то новое. Это был Доки-Доки Литературный Клуб Плюс. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok